Привет, это Ребуар. Ну, вантушечек вышел новый видосян, называется, короче говоря, самый умный дом. Давайте глянем, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Это была пятница, а это был мой тупой дом. Ну, реально тупой. Ведь он даже не мог извлечь корень имбиря из 49-ти. А здесь имбиря? Метава, микроволновка вместо еды разогревала только тарелку. Робот-пылесос долбился об стенку, пока не выбит себе все робомозги. А температуру воды в душе вечно приходилось настраивать с ювелирной точностью. У меня это... Прям серьёзно, у нас только всё... Ладно, у меня такая же самая фигня исчезла. Кстати, пишите в комментариях, у вас так же то, что идёт сначала горячая вода, а потом раз через несколько секунд холодная. И ты какого... Да дай мне нормально помыться, бесит. Это очень раздражало. И даже как-то наплевать, что я свой дом никогда не подключал к каким-то умным устройствам. А, может, всё-таки попробуй будешь подключить, тогда он станет у них. Здесь должно служиться меня и без них. Похоже, пора покупать... Действительно, блин. Было бы вообще офигенно, конечно. Хотя он тогда бы и тебя мог бы сдать куда-нибудь. Такой, слишком у меня глупый хозяин, нафиг у меня он нужен, я и без него могу существовать. Дом, в котором всегда будет уютно и тепло. Я укутался в плед и сел искать умный дом в интернете. Это умный? Сейчас этот дом реально на тебя обидится. Оно выглядит как-то тупорило. Это тупой, но выглядит как вершина раз... Выглядит, кстати, странно. Так, так я просидел в поисках... Это просто коробка была какая-то. Кликнул на какую-то подозрительную 5637-ю строку в поиске. В это мгновение у меня вырубил электричество. Видишь, дом умный... Дом умный, что? Дом умный, видишь, выключил тебе электричество, чтобы ты не перешел, не словил какой-нибудь этот... Вирус. Ну там должны ли умные быть, а не только агентство? Сталость теплое солнышко и меня обдувал теплый ветерок под звуки морского бреза. Да, я кайфовал так, как никогда не кайфовал. Даже когда я ел редиску с майонезом, наступило утро. Кстати, никогда не пробовал редиску с майонезом. Это что, вкусно что ли? Кто из вас в последнее время ее ел? Я открыл глаза. Где это я? Я... Нифига себе, это каким образом он переместился в умный дом? Видел его дома настолько умный, старый, да? Такой, ну ладно, раз он не хочет жить со мной, вот пусть побудет здесь. Зался на роскошной кровати в какой-то очень красивой светлой комнате. Меня поприветствовал некий приятный женский голос, исходящий прямо из стен. Ну-ка. Доброе утро, Роман. Умный дом Ракушка, рад приветствовать вас. Ракушка? А можно, пожалуйста, другое имя тебе придумать, а то как-то дом называть Ракушка и немного стрелять? Делает отличный. Я чё, блин, не океан, что ли? Чё, блин? Ещё раз, где я? Волос ответил, что я нахожусь в самом умном доме в мире. Я бы на самом деле забоялся наступать на вот это вот стекло. Когда я крикнул по их ссылке перед отключением электричества, программа успела считать мои предпочтения, и этой ночью поместила меня в идеальные условия. А, ну понятно, значит мне это просто снится. Но пока не буду просыпаться. Неплохая такая ссылочка. Скликнул на неё, и сразу хороший сон. Очень уж хочется исследовать это жилище. Давай, посмотрим что-то. Это же самый роскошный дом, в котором я когда-либо бывал. Дом поблагодарил меня за эту оценку. Вот, это, конечно, огромный телек. Добавил, что мы... Интересно, сколько стоит снять на сутки вот этот дом? Тысяч сто? Изящному мостику через огромный бассейн обошёл роскошный бильярдный стул и очутился в красивой ванной комнате. Мы это, кстати, видели у них в телеграм-канале. А вы, кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там всего лишь 500 человек, осталось до 5000. Будам за это очень благодарен. Столько прилагательных в одном предложении я ещё не произносил. Как много тут всего такого... Смотри, почти в этого, в писателя превращаешься. Они любят воду лить вот этими всякими прилагателями, да? Классного и высокоинтеллектуального. Приятно находиться среди братьев по разуму. Автоматически... Вот это на самом деле я бы такую штуку хотел себе. Дополненную реальность. Когда-нибудь, надеюсь, сделают мне маленькие очки. Да, не вот эту херню огромную, как вот Apple, как там он называется, Vision, да? Которая стоит 3000 баксов. Маленькие просто очочки. Нажимаешь, и у тебя сразу дополненная реальность есть. Было бы шикарно вообще. Я жду, не дождусь такого. В это же мгновение из воды появляется рука, как в этом, в проклятии, или где там было, и он начинает его чесать. Сожжая струя теплой воды почесала мою спину. Блин, как же я не хочу просыпаться, здесь так круто. Через 15 минут я вылез из джакузи и сразу оказался полностью сухим. Оделся и отправился дальше по комнатам. Даже так? Да это же магия какая-то. Что-то в просторной кухне. Здесь были мои самые любимые блюда. Пицца пепперони и шаурма с подсолнечными семечками. Ой, еще и этот. Редиска с майонезом. А куда делась жареная селедка? Я не понял, это вообще не канон, по-моему. И с майонезом. Я супер вкусно позавтракал и отправился прямиком в сау. Ну такой себе завтрак на самом деле. Он разогрел свои кости. А потом и сам с кайфом посидел, повелился. Здесь была идеальная температура, подобранная именно для меня. Но через несколько минут мне все-таки стало жарковато. Да, не все здесь так уж и продумано, оказывается. Вышел наружу. Как бы это баня, там и должно быть жарко. Я увидел рядом купе с прохладной водой. Офигеть, да ее ведь точно здесь не было, когда я заходил в саун. Я с кайфом откунулся, после чего вылез, садился и отправился на прогулку дальше. А сейчас это высохоть или пришел высохаться? Сел на роскошный диванчик в гостиной. На часах 11 утра я уже провел самый лучший день в своей жизни. Умный дом спросил меня, чем еще я желаю сегодня заняться. Я уж как-то даже и не знаю. А что ты можешь предложить? На мой телефон... Ну-ка, давайте посмотрим, что там дом может предложать, было предлагать интересного. Пришел список всех развлечений в доме. Спустя пару часов я наконец дочитал полный список прелестей этого чудного жилища. Действительно, сколько времени ты потратил на это, но... Но больше всего мне хотелось, конечно же, одного. Покататься на лифте? Лифт в доме, офигеть. Только странно, как... Нахрена? Тут почему-то чисто, без надписи на стенах и кнопки не выжжены. Ну ладно, он... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, привык все-таки к своему, да? Полный окатал меня с первого до четвертого этажа и назад. Я решил проверить, настолько ли умный... Насколько ленивый владелец этого дома, что лифт даже себе поставили. Этот умный дом попросил его вычесть корень валерьяна из 81-го. Затем сдать экзамен по квантовой географии и написать докторскую диссертацию по окружающему миру. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Спустя 12 секунд из-под ближайшего кресла выезла здоровая стопка листов со всеми ответами. Неплохо, дом даже это сделал какие-то тебе штуки на темы, которые не существуют. Жаль, такого дома не было в мои школьные годы. Ладно, чем я занимаюсь? У меня уже тут есть бассейн. Залез в него и поплыл по своим делам. Доплыл до... По каким? До новой... до следующей... это... стенки? Положного конца и глотнул освежающий смузи, сделанный специально для меня. Ну, чистый кайф и водичка приятная. Чё-то я смузи захотел. Я поставил стакан на место и медленно пошёл обратно. Как вдруг дно... Пошёл? Ты ж плавая там должен... Подо мной пропал и я стал тонуть. Какая жесть, я же не умею плавать. Ха-ха, пошёл в бассейн, не умею плавать. Гениальный мусор. Я барахтаюсь кое-как доковылял до лесенки, зацепился за неё и вылез снаружи. Укутался в полотенце и тяжело до... А чё, зачем ты в полотенце-то укутался? Я думал, ты сразу встаешь. Я спросил у дома, чё это было за жесть. Дом принёс мне свои искренние извинения. Добавил, что датчики моего роста глюканули, из-за чего бассейн внезапно стал глубже на полметра. Ни хрена себе, это чё-то какой-то слишком умный дом. Ну зашибись, они теперь ходить и всего боятся, что ли? Да и не нравится мне больше этот сон. Я ущипнул себя, чтобы проснуться, но ничего не из... Не усыпи... Ой, не просьёшься, это всё по-настоящему. Теперь ты здесь будешь жить всю свою жизнь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Изменилась. Так это разве не сон? Дом успокоил меня, сообщив, что такого больше не повторится. Я совсем запутался. Присел на удобный диванчик и немного отдышался. Вскоре я немного успокоился, надел халат и отправился дальше, открывая все двери подряд. И на одной из дверей я чуть было не поперхнулся. Здесь был свой собственный домашний кинотеатр. Мало того, что там телек огромный, так тут ещё и есть домашний кинотеатр. Вот это нифига себе, я хочу туда. Огромное кожаное кресло, приятная подсветка и неограниченные запасы попкорна. Ну начнём с небольшого... Ну только давайте без попкорна, не люблю попкорна. ...шово ведёрко. Я спросил у дома, какое кино он мне может предложить. Умный дом включил фильм Покоритель... Покоритель мечты, что ли? Покоритель мечты. Никогда не слышал про такой. Как в... Я тоже. Вдруг я увидел на экране... Себя? Ну как такое возможно? Он же в кино снялся, нифига себе нейросеточки умные стали. Казывается, умный дом сгенерировал и срежиссировал фильм со мной в главной роли. Кроме того, здесь снимались Райан Госсен, Дмитрий Дюжев и Саша Спилберг. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, какой-то неожиданный этот актёрский ансамбль. Сидите, это же каст моей мечты, что ж приятный просмотр мне обеспечен. Спустя 180 минут сеанс подошёл к концу и я... Нифига себе, три часа фильма. Собрался выходить из кинотеатра. Нормально, слушай, баня и этот кинотеатр огромный в одном. Круто же, для людей, которые любят баню, я терпеть не могу, например. Хе-хе-хе-хе, дом захотел избавиться от тебя, ты слишком много вопросил у него. Чё, блин, я тут зажарюсь сейчас нафиг? Мне становилось нечем дышать, и я понял, что у меня остались считанные секунды. Я с трудом вышиб дверь и выскочил из кинотеатра. О, да, прохладный воздух. Я ещё пару минут переходил в себя, после чего стал орать на этот якобы умный дом. Он точно решил меня угробить. Умный дом дитяйше извинялся и сказал, что просто глюканули датчики температуры моего... Чё-то как-то много у тебя датчиков в глюче, да? Лучше, в конце 100% он полюбит свой дом обратно, старый, да? После чего вокруг меня активизировались обогреватели. Да ну тебе! Здесь же всё в любой момент может заглючить и превратить меня в кусок угля. Я устал, я ухожу. Умный дом стал... Хе-хе-хе-хе, мухожу, блядь. Мне остаться здесь. Забавил, что отключил половину ненужных датчиков, которые могут глючить, и в качестве извинения прибавил, что может исполнить любое мое желание. Ну-ка себе, любое. Зазвучало неплохо. Попросить у дома сделать мне массаж ног, или пусть он сгенерирует мне пожизненный запас паловых крабочек. Пока я размышлял... О, вот это на самом деле круто, обожаю крабовые палочки. А лучше настоящего краба. Но просил умный дом подогреть мне воду в чайнике и разогреть чего-нибудь на ужин. Как раз всё было готово к моему приходу. Это называется желание? Как мало тебе надо для счастья? На кухню. Я принялся за ужин и вдруг почувствовал какой-то странный привкус у моего блюда. Ну что, отравлено? Не успел я ни о чём подумать, как мой желудок тут же вывернул наизнанку. Да что с тобой... Какая мерзость. Не так. На этот раз умный дом даже не попытался оправдаться. Бля, реально, ты мне надоел и захотел из себя избавиться. Свет в доме замигал. Настало не по себе. Похоже, пора валить отсюда. Но я не помню где выход, ведь здесь просто гигантское количество ку... Откуда здесь должен быть выход, если ты там вообще просто так появился, по щелчку пальца? Ром, настало идти по памяти. Вот этот коридор я проходил недавно оттуда сюда. Значит, мне надо идти туда. Но я попал в комнату с кроватями, в которой ещё ни разу не был. Вернулся обратно. Коридор стал совсем другим, каким-то мрачным. А из-за угла вдруг появился чайник и стал двигаться ко мне. Привет, Роман. Хотите кипяточка? Сейчас налью на вас. Не уходи, Рома. Мне так нравится угождать тебе из раза в раз. Твою нап... Хреново, как ты угождаешь. Я стал убегать. Это... Передо мной открылся лифт и заговорил со мной. Рома, останься, пожалуйста. Мы неприменно исправимся. Да вот, и как исправишься, тогда вернусь. И здесь выход. За любой дверь, в которую я заглядывал, были все новые комнаты и душевые, которые тоже умоляли воспользоваться их возможно... Воспользуйтесь моими услугами. Какой продажный душ! Я побежал дальше, но входит споткнулся от пылесоса. Хочешь, я уберу пыль из всей твоей жизни навсегда? Я подготовил для тебя уникальную систему показателей передач. Я умею менять до 150 оттенков цветов по всему дому. Только... Прикажи, я загружу для тебя терабайт информации за минуту. Так, все, это... Нифига себе, скоростью интернета, слушай, я тоже хочу... Он хочет меня убить. Я в ловушке и паниковать уже поздно. Нужно действовать на холодную голову. Хотел ее ледяной водой... Я так и думал. ...из ближайшего умного душа и расчетом отправился искать выход. Нифига себе, умный душ позволил тебе голову... ...приошел в очередную комнату. О, я помню, что выход был недалеко от этой комнаты. А вот и нужен мне коридор с дверью на улицу. Но тут свет в доме полностью отключился, и я перестал видеть. Через секунду он включился, но я уже оказался в какой-то... Ой, как он там оказался? Нифига себе. ...вы незнакомой ванной комнате. Ага, вот так, значит, да? Я побежал направо, не обращая внимания на то, что дом начало трясти. Вот жесть. Что-то как-то страшно на самом деле. Прикиньте, дом пытается тебя атаковать. Искусственный интеллект стал против нас. Начинается терминатор. ...снова вбежал в ту самую комнату, за которой был коридор и дверь наружу. Но меня внезапно остановила какая-то невидимая цифровая стена. Я приказал ей пропустить меня. Это не сработало. Я схватил подушку и кинул в нее. Она ударилась как об стену и упала перед моими ногами. Тебя не пропускает, подушку пропустит, да? ...если мне попробовать вылезти на улицу через окно. Это ведь первый этаж, рисков никаких нет. Выглянул наружу и попытался увидеть хоть что-нибудь в этой кромешной темноте. Мимо меня за окном медленно проплыл логотип интернета. Нифига себе, это он что, в интернете? Я хотел сначала сказать в космосе, а это в интернете? Что это еще за хрень? Окно не открывалось. Ну классика. Я остался во всей силе бить под цифровой стены. И через пару минут мне наконец удалось ее сломать. О, нормас. Я раскучал в коридор, где находилась дверь наружу и побежал к ней. Дом затряснул в два раза сильнее. Двигался дальше. Свет снова выключился, но и тут я не остановился. В темноте схватился за дверную ручку, повернул ее и радостно выбежал наружу. Но что это? Кромешная темнота рассеялась и превратилась во что-то очень светлое. Дверь за моей спер... Это реальный интернет, его засосал компьютер. Но это уже растворилось. Здесь все было такое цифровое и странное. Это цифровой цирк! Выходит, что этого дома попросту не существовало? Я громко и отчетливо спросил, что здесь происходит. Роман, в данный момент вы находитесь в сетевом облаке. Перед вашим перемещением в наш умный дом у вас отключилось электричество. В связи с чем в дом попали не вы сами, а только лишь ваше сознание. Да и сам дом не успел загрузиться до конца. Именно поэтому некоторые датчики работали неисправно, о чем мы очень сожалеем. Покинув... Спасибо большое. Мне ваше сожаление как бы вообще бесполезно. Ваш заботливый умный дом, вы подвергли себе опасности и попали в область виртуального пространства. А может быть надо было сказать мне об этом с самого начала, а не пытаться меня просто остановить своими ступыми речами? Из которого невозможно выбраться. Мы очень старались задержать... Ну все, новых роликов больше не будет. И нам очень жаль, что так произошло. Не желаете ли теплого чая с вашим любимым печеньем? А где? В этом пространстве как ты его нальешь? Короче говоря... Неплохой концовка. Неплохой концовка. Дом предлагает вам посмотреть ролики, которые вам... Не, видос нормально реально получилось. Мне было интересненько и ржачненько. Спасибо большое вантушечкам. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте нажимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.